Сейчас показать все функции основные из упомянутых выше модулей. И первый датасет будет отвечать за вкладки MapElement, Facility и RoadScene. Но, помимо этого, рассмотрим вкладки модуля Framework, чтобы было понимание, допустим, общее ОПО. У нас есть данные, полученные с мобильного лазерного сканера, имеется ввиду автомобильного. В LiDAR 360 MLS, если у вас есть какая-то информация, кроме облака точек, ее можно также добавить в проект. Потому что при создании нового проекта вам будет предложено добавить облако точек, траекторию и фотографии. Фотографии могут быть как плоскими, так и панорамными. И это позволяет открыть облако точек совместно с фото и получить более понятную, доступную информацию. Таким образом, мы имеем съемку дороги и пройдемся теперь уже по инструментам. Вкладка Tools включает в себя основные инструменты для взаимодействия с облаком. Это, допустим, получить информацию о точке с ее координатами, метаданными. Можно померить плотность, допустим, попользоваться линейкой. Что-то измерить, померить объем, построить сечение, чтобы что-то посмотреть. Есть инструменты выделения, когда мы можем выбрать, допустим, какой-то участок. И после чего его удалить, либо удалить все вокруг него. И таким образом чистить облако точек. Можно построить различные сечения уже для всего облака точек. То есть это может быть как горизонтальная, которая позволит построить план, грубо говоря. И есть также сечение в кубе, которое позволяет просто выстраивать рамки вокруг вашего облака точек. Таким образом его сегментировать для более удобного отображения и визуализации при работе. Есть возможность интегрировать, точнее импортировать векторные файлы. И есть варианты для экспорта данных. Это конвертация облаков точек в различные общепринятые форматы. Это экспорт векторного слоя в проекте. Создание ортофото это не совсем ортофото. Это при виде сверху вы будете создавать TIFF файл. Но в нем могут быть, допустим, какие-то масштабные элементы. То есть ортофото в моем представлении это все-таки немного другое. Но в принципе TIFF изображение сгенерировать можно с необходимым вам разрешением и масштабом. Unroll это инструмент для создания разверток. То есть, допустим, если вам вот это здание необходимо составить в одну линию, вы можете построить вот здесь линию вдоль длинной части и вдоль второй короткой. И таким образом получить общую единую стену. Вкладка classification, она позволяет, собственно, работать с классификацией. Здесь есть некоторые особенности. Во-первых, тут есть изначальные пресеты для классификации единичных наборов точек. То есть, когда вы классифицируете только землю, либо когда классифицируете там только что-то выше определенной отметки и так далее. Либо есть возможность использовать classify by deep learning. Таким образом, вы классифицируете весь проект по готовым пресетам. Вы задаете параметры этой классификации для разбиения облака на блоке, чтобы все было немного проще, чем ворочать один большой проект. И вы выбираете пресет, в котором вы снимали это облако точек. Таким образом, они будут персонализированы и благодаря этому вы получите то, что вам нужно. Эта классификация, она работает не стопроцентно, но довольно хорошо. Я покажу на примере данного проекта. У вас здесь выбирается слои, которые вы хотите отобразить после классификации. И таким образом, вы видите еще слева легенду, на которой видно то, что оранжевая это земля, красная это здание, зеленая растительность. И вот светло-зеленые, такие желтоватые, это всякие столбы. И таким образом, можно, в принципе, почистить облако точек, как минимум, от транспорта. Потому что на дороге были машины, и они могут выделиться в отдельный класс, если он, точнее, если пресет изначально рассчитан на город. И также, после, вы можете в этой классификации убирать ненужные вам слои. И таким образом, работать только с полезной информацией в облаке точек. Допустим, слой building нам не понадобится сейчас. Нажимаем ОК и получаем облегченную версию этого же облака. Также, можно создать свою модель, ее обучить на облаке точек, который вы разметите вручную. И таким образом, вы будете иметь вообще пресет, который полностью подчинен вам. И в нем будет, соответственно, выше КПД. Потому что эти обучения, они проходили на каких-то общих моделях и так далее. И также, если, допустим, вам не нравится, что как-то что-то не так отклассифицировалось, вы можете вручную перенести эти данные из одного слоя в другой. И таким образом, просто поправить для более корректного отображения вашего облака точек, чтобы было комфортнее работать. Далее, опять же, вкладка, которая относится к модулю Framework, это Vector Editor. Он позволяет выбирать векторные уже готовые файлы и создавать их. То есть, вы можете нарисовать линию, полигон, несколько точек, прямоугольник и так далее. То есть, обычные векторные инструменты, которые позволяют размещать данные на облаке точек с привязкой к каким-то высотам и так далее. Соответственно, если у вас проект сейчас в координатах, то векторы, которые вы будете сюда наносить, а после экспортировать, они также будут привязаны к координатам. Поэтому, вы получаете сразу удобное взаимодействие с готовыми векторными файлами. И также, после того, как вы нанесли эти векторы, вы можете их редактировать, что-то перемещать, копировать и так далее. То есть, тут околобазовый функционал обычного векторного редактора. Вкладка Appearance, она позволяет размещать символы. Сейчас я это покажу. То есть, вы можете в таблице выбрать какие-то символы. Они есть как стандартные, но стандартные они идут для Китая. Поэтому, у них там какие-то могут быть свои размеры, которые не соответствуют вам. Но, допустим, какие-то общие они тоже есть. И, в принципе, при экспорте вы получите информацию о этой точке. То есть, вот эти символы, они размещаются на слое точек. И, таким образом, вы получите точку с какой-то кодовой информацией. И, допустим, для всех точек с кодовой информацией 838, вы после в автокаде, либо в каком-то другом каде условном, вы можете назначить свой символ, который автоматически к ним привяжется. Поэтому, это все равно удобнее, чем просто вслепую ставить точки. Так, сейчас я включу векторы и выберу слой точек. Допустим, он. И после чего я выбираю символ, который я хочу разместить. И после чего я их размещаю. Будем считать, что это какой-то отдельный слой именно под символы. И я могу экспортировать только его из облака точек. Или, допустим, я могу экспортировать все векторные файлы. Поэтому, в принципе, функция полезная и удобная. Таким же образом можно создавать текстовую аннотацию. И, в принципе, взаимодействовать с какими-то вымосками. И перейдем теперь к тулбоксу справа. Это поисковик по всем функциям. И здесь их будет больше, чем на верхней панели. Потому что все, если туда размещать, то ее не хватит никакой. Потому что в модуль Framework также входят функции извлечения, допустим, по высоте, по классу и так далее. То есть, когда вы уже извлекаете данные из готового облака точек, и таким образом вы выгружаете, допустим, только класс земли, если вам остальное ничего не надо из этого файла. То же самое по высоте. Вы можете извлечь что-то там выше 5 метров и так далее. Вкладка Export, мы ее рассмотрели. Вкладка Registration, она позволяет объединять проекты в ручном режиме. Classify здесь имеет сильно больше функций, чем представлено на этой панели. И в таком формате их удобнее использовать. Потому что здесь есть поисковая строка, в которой мы можем это все найти. Можно перевести проект в другую систему координат через задание модели геоида. Потом вы выбираете параметры перехода, параллельно с этим выбираете эллипсоид и так далее. То есть это обычная операция, как и в LiDAR, как и, я думаю, в других программах для обработки облаков точек. И таким образом вы можете это конвертировать в местную систему координат, если у вас съемка выполнялась в ГС. И дальше идет набор функций, допустим, по упрощению с взаимодействием данными. Это как можно разбить на блоки их по, допустим, 150 метров и так далее, чтобы было проще взаимодействовать, можно было скрывать лишнее и так далее. Так и объединить это обратно, либо несколько облаков точек объединить в один проект. Параллельно с этим можно это все проредить, удалить шумы и так далее. То есть это обычный базовый функционал по взаимодействию вообще с облаками точек. По поводу векторизации здесь также идет более расширенный функционал, который позволяет взаимодействовать уже в свою очередь не с облаками, а с вектором. И то же самое идет с растровыми изображениями. Вкладка при процессинг, она больше связана с объединением траекторий и так далее. То есть это маловероятно будет использоваться в обычной какой-то бытовой жизни, поэтому мы ее пропустим. И в принципе вот мы переходим уже к вкладкам, которые относятся не к модулю Framework, который является ядром этой программы, а к каким-то кастомным, которые уже входят в различные модули. И первой для рассмотрения будет вкладка Map Element. Что она позволяет делать? Если мы говорим про съемку дороги, городской среды, это всегда будет связано с дорожным покрытием. И дорожное покрытие неудобно векторизовать вручную. Это все энергозатратно, долго и так далее. Поэтому здесь инструменты, которые построены вокруг искусственного интеллекта, но скорее это какое-то машинное обучение и просто возможность отслеживать какую-то конкретную линию, вектор, который вы задаете вручную. Про что я говорю? Допустим, рассмотрим функцию Detect Lane Line. Она является на самом деле тоже ядром некоторых процессов, поэтому лучше это делать как можно аккуратней, допустим, в ручном режиме, если там не хватает точек именно по плотности. Потому что, как мы видим, движение проходило по центру дороги. Но для корректного создания данных в других функциях, которые я покажу далее, вот этой плотности может быть недостаточно. И приходилось вручную закрывать контуры из-за того, что точка не может построиться по части облака, в которой нет этих точек банально. Поэтому, в общем, есть особенности. И если у вас уже возникнет потребность в каком-то взаимодействии с ПО, то при его покупке у нас входит обучение, и поэтому с этим не должно быть никаких проблем. Так вот, как работает эта функция? Вот, допустим, вдоль забора. Это не сильно правильное применение будет, но для примера, я думаю, достаточно наглядно. Эта функция, она строит конец дорожного покрытия. То есть вот как крайнюю линию, к которой относится дорожное полотно. Это могут быть бордюры, Detect Road Line, Road Sight Line. Она может быть вот как раз ограничивающей линией, и может она строиться по, допустим, бордюру, по закрытым каким-то клумбам. Вот как раз почему это приходилось достраивать. И по островкам безопасности дорожным. Это могут быть там настройка левая и правая сторона, и нижняя либо верхняя позиция. Выберем левую и нижнюю, построим направление, в котором будет искаться эта линия, и таким образом она будет длиться вдоль облака точек до того момента, пока у нее не возникнет вопроса, куда идти дальше. Если, допустим, это не конец данных, как в данном случае, а разрыв между полосами таким образом, ну то есть вот как заезд в этот карман, мы можем протянуть эту линию вперед, указать новое направление, и она будет строиться далее, а предыдущий сегмент будет достроен автоматически. Если вас не устраивает там принцип, как оно построилось, вы там хотите это делать вручную или еще что-то, при нажатии правой кнопки мышки вы возвращаетесь на предыдущие этапы. Таким образом, если куда-то линия не туда пошла, то вы можете это все исправить вручную. Теперь вернемся к функции Detect Lane Line. Она уже позволяет строить разметку. Это могут быть как сплошные линии, так и прерывистые. Вы можете выбрать, допустим, их толщину, их там количество и так далее. То есть, ну просто вот работает по тому же самому принципу, только все эти данные, как вот слева видно. Здесь есть набор слоев. И каждая из этих линий, она располагается на своем слое. Для каждой линии можно задать свой цвет. То есть, это полноценный векторный редактор, грубо говоря. И эта функция, она работает так же автоматически. Generate Virtual Lane Line Central Line. Это генерация центральной линии. Она так же строится вдоль векторов. И Add Lines Solid Line либо Dash Line. Это вручную создание линий, которые, допустим, у вас не хотят строиться из-за, допустим, слишком короткие какие-то линии разметки или еще что-то. То есть, вы можете просто вручную выбрать этот инструмент, построить линию, построить следующую линию. Либо выбрать этот инструмент и строить это вот как вам угодно. То есть, несколько вариантов использования этого всего есть. Далее это вручную создать центральную линию. Можно поставить стоп-линию. Она выглядит вот таким образом. Это красная линия. И Road Side Line это вручную генерация вот этой линии. Далее по функциям. Это разметка, но уже не линейная, а дублирование знаков. То есть, таким образом, мы можем разместить знак на векторном слое, который будет дублировать настоящий какой-то знак. Набор этих знаков довольно большой. Это прямо-лево комбинация, прямо-лево и так далее. И, в том числе, это могут быть какие-то дополнительные знаки в виде пешеходного перехода, велосипедной полосы, там нету поворота и так далее. То есть, здесь идет полноценный инструментарий, который позволяет размещать знаковую дублирующую разметку на полотне. Это все будет в векторном слое. И после этого это можно все экспортировать. Также есть возможность автоматического создания всей разметки. То есть, сюда будут включены и знаки, и линии, и пешеходные переходы и так далее. Это делается через операцию roadmarking. Ну, в общем, операция работает приемлемо. Все-таки лучше потом это все контролировать, что-то достраивать вручную, править и так далее, потому что все-таки векторизация это уже ответственный этап, и на нем ошибки могут денег стоить. Но как какое-то подспорье, чтобы сделать какой-то основной массив работы и после вручную доправить, это, в принципе, рабочий вариант. И также есть вариант объединения этих линий. То есть, один вектор будет объединен со вторым. Перейдем далее. Вкладка facility, она уже в свою очередь позволяет вручную размещать столбы. Допустим, выберем вот этот по одной точке. Также есть возможность по двум точкам. Это все будет сохранено и можно будет это все выгрузить и так далее. То же самое про detect powerline чуть позже скажу. Добавить знак, парковочное место, разместить люк. Также будет экспортирован из проекта и так далее. Но более интересный инструмент это road facility detection. Как вы видите, вот здесь в проекте есть много синих точек, и они где-то размещены. И если посмотреть, то они привязаны, допустим, к фонарям, они привязаны к столбам, в том числе есть определенный знак и так далее. Таким образом, эта функция, она позволяет в автоматическом режиме упростить всю вот эту работу, чтобы не вручную их размечать, а, допустим, по облаку точек у вас будет выполняться пробег искусственного интеллекта, опять же, скорее, математической модели, которая будет просто это все выделять в различные классы. И то же самое есть для линейных объектов. Это знаки, вот как раз они были определены следующим образом. И то же самое вот, допустим, для этих знаков и так далее. Но для этого нужны фотографии в проекте. То есть, как в моем случае, чтобы у вас были панорамные изображения для поиска. То есть, тут модели, они работают по-разному. Какие-то основываются на облаке точек, какие-то на фото. После чего можно это все сегментировать, чтобы у вас появились не только точки, а еще была к ним привязана какая-то дополнительная информация. Можно их померить и так далее. И перейдем уже теперь к объединяющей эти два модуля, MapElement и Facility, функции, для которой выполнялась как раз векторизация и поиск столбов. Это модуль RoadScene. Что он позволяет, в свою очередь, сделать? Вы можете создать модель на основе векторизации облака точек, дополнительной разметки и так далее. Сейчас покажу, как это работает. У нас есть вот эти крайние линии, которые там RoadSideLine были сделаны инструментом. И помимо этого у нас внутри есть какая-то разметка, какие-то люки были определены, пешеходные переходы и так далее. Мы можем создать на основе вот RoadSideLine линий, либо вручную мы можем создать какой-то участок, который будет оцифрован. В данном случае у меня это готово, чтобы просто мы не ждали, пока это все выполнится. И выглядит это следующим образом. То есть у нас вот выделен участок до пешеходных переходов и вот здесь вот тот начало плотного облака точек. И после чего мы можем создать на основе этого, точнее запустить операцию для автоматического создания слоя, который будет дублировать всю эту информацию. Но будет он полностью векторный. Таким образом мы получаем следующее после выполнения этой операции. Мы скрываем сейчас облако точек и видим следующее. У нас привязаны здесь элементы столбов. У нас здесь это идет уже векторная разметка. У нас здесь есть люки и прочая информация, которая относится к этому участку дороги. И то же самое было сделано со второй стороны, в которой есть еще участки вот как раз этих клумб, которые я показывал. И островков безопасности. Здесь можно настроить, какие элементы будут создаваться, какие не будут. Выбрать просто галочками. Можно задать текстуры, которые будут использоваться для асфальта, для клумб и так далее. какие в принципе цвета используются. Можно добавить какие-то элементы дополнительные. Допустим гидранты, какие-то знаки и так далее. И таким образом создать просто информационную модель, которую дальше можно экспортировать. Экспортируется она в следующем формате. Это папка проекта. У вас будет создан файл road.scen.xml, в котором будут содержаться данные по размещению элементов. А элементы, они хранятся в формате OBJ, с текстурами и так далее. То есть это можно загрузить в какой-то, условно говоря, полноценный софт для 3D и взаимодействовать уже с ним там. Я также хочу сразу показать другую программу. Вернемся в LiDAR. Здесь теперь появилась возможность установить плагин для автокада. Это работает для автокадов в версии от 22 до 24. Думаю дальнейшая какая-то поддержка тоже будет проходить, а точнее происходить. Но после установки у вас появляется следующее в автокаде. У вас добавляется панель, которая позволяет импортировать базу данных. Эти все данные по векторизации, по моделям и так далее, они хранятся в формате базы данных, чтобы было проще структурировать наборы этих элементов. Это можно импортировать таблицу растрового изображения и также после внесения изменений их экспортировать. Таким образом, если вам не хватает какого-то инструментария в LiDAR, вы можете это все делать в автокаде. И для примера мы, допустим, выгрузим векторный наш слой. В принципе все. Import vectors. Мы выбираем слои, которые нас интересуют для экспорта. И создадим здесь папку. Выбор папки. Выбираем формат. Это, допустим, Shape, KML, GIJSON и DXF. Пусть это будет Shape для примера. Сейчас загрузим это в автокад. И выглядит это все у нас следующим образом. То есть у нас здесь сохранены все эти знаки, которые мы разместили. У нас сохранена разметка, которую мы создали. Пешеходные переходы. Вот эти символы я чуть позже про них расскажу. И люки. Они немного сейчас различаются. Для какой-то информации, взаимодействия и так далее. Вы можете использовать кнопку Identify. И таким образом вы получаете информацию по элементу. Как видите, она для всех различная и так далее. Вот эти точки, в которых есть кружочек. Точнее, этот кружочек, внутри которых есть точка. Они содержат в себе информацию. То есть это не сегментированный элемент. Вот, допустим, это является у нас уже люком, как элементом, который был векторизован. А это элемент, который является люком, но не попал под векторизацию. И таким образом это просто точка, которая содержит в себе дополнительную информацию. Мы знаем ее ID внутри MLS. И таким образом мы можем назначить им какой-то общий символ, который будет им присвоен уже внутри автокада. И таким образом у вас идет просто упрощенное взаимодействие, в принципе, со всей программой. Так это выглядит. Следующий датасет, он будет также посвящен вот этим же функциям. Но с одним небольшим уточнением, про которые я обещал сказать позже. Это операция Detect Powerline. Просто на том датасете первом не было нигде в линии электропередач. Поэтому хотелось показать их на другом. Здесь мы видим также векторизованную дорогу. Но помимо нее мы видим... Так, сейчас векторы скрою и раскрашу по высоте для наглядности. Мы видим здесь тянущиеся линии электропередач. И если мы включим векторный слой, то мы увидим, допустим, скроем облако точек, мы увидим то, что у нас есть линии, которые дублируют, в том числе с провисами, эти провода. Сейчас я покажу как это работает. Для этого нам необходимо перейти на вкладку Facility и выбрать инструмент Detect Powerline. Выбрать слои, в которых у нас будет проводиться поиск. Это Гардрейл Пол, по-моему. Выбрали слои, в которых будет проводиться поиск, чтобы проводилось, во-первых, точнее, а во-вторых, менее энергозатратно. Потому что, допустим, если у вас провода проходят через дерево, то в какой-то момент они будут прерываться. Вот, допустим, как в этом участке. Но если у вас не выбраны классы, по которым проводится поиск, то, соответственно, в деревьях он может начать искать общие точки. Там эта линия закрутится, завертится и куда-то вообще неправильно пойдет. Для взаимодействия с этим инструментом вам необходимо просто выбрать одну либо несколько точек, от которых вы хотите проводить сегментацию проводов. Задать ей направление и оно куда-то направится. Линии, они следуют не между, точнее, они действуют не в одном провисе, а они переходят между ними. То есть, таким образом, вы выделяете на первом столбе кабель и он будет продолжаться до тех пор, пока там не появятся какие-то помехи. Вот, допустим, вот такой разрыв и так далее. То есть, эти линии, они могут следовать, допустим, вот через весь, весь вот этот массив кабелей и таким образом кабелей. И таким образом вы просто ускоряете свою работу. Очевидно, надо проверять за этим поиском линии, потому что где-то данные прерываются, где-то они просто начинают беситься, потому что плотность точек довольно низкая получается в этом датасете конкретном. И, в общем, эти данные, их надо перепроверять, но все равно это идет в сторону оптимизации каких-то рабочих процессов, потому что дугами это все рисовать по несколько проводов, это довольно проблематично. И ресурсозатратно. А так можно выбрать несколько точек, из которых у вас будет проводиться поиск и запустить его. И все три линии будут отслеживаться до какого-то момента, пока у них не возникнут помехи. И давайте заканчивать с дорогами. Посмотрим последние два модуля, которые относятся к ним. Для этого мы откроем следующий проект, в котором есть и траектория, в котором есть и фотографии, и, в принципе, колоризация для выполнения некоторых функций. Это обязательно. В первую очередь выполняется здесь классификация By Deep Learning, чтобы, во-первых, в основном выделить землю, а вторично уже это просто выделить какие-то элементы, деревья и так далее, чтобы, опять же, разбить данные по слоям, которые можно как-то более удобно выгрузить, в каком-то более корректном виде с ними взаимодействовать и так далее. Следующим этапом мы создадим полигональную модель нашего рельефа. Для этого мы перейдем во вкладку Road Surface. И вот здесь как раз эти операции размечены как рекомендуемые. Таким образом мы выполняем классификацию, после чего мы формируем основные точки в слое нашей земли, то есть чтобы строить вот эту реангуляционную модель не по миллионам точек, а, допустим, каждый 40 см у нас будет формироваться точка, между которыми уже гораздо проще построить эту модельку. И после чего мы генерируем TIN-модель, которая содержит информацию по рельефу и так далее. То есть, таким образом, все, что было у нас в классе земли, наносится на эту модель. Что мы имеем здесь? Мы уже имеем классифицированный облакоточек, мы имеем TIN-модель нашего рельефа. И в основном эта функция нужна для того, чтобы сгенерировать эту TIN-модель, то есть выгрузить ее куда-то в дальнейшем. И также есть возможность построить растровое изображение на основе этой модели. Это будет TIFF-изображение с привязками и так далее. То есть тоже вариант взаимодействия с итоговым продуктом. Ну и еще здесь есть возможность смоделировать, пройдет ли транспорт на данном участке. Как траекторию мы будем использовать ту траекторию, которая у нас уже имеется. Допустим, вот в таком отрезке. И запустим анализ. Это не займет много времени, пару минут. Вот у нас будет наглядное отображение движения транспорта по этой траектории. И таким образом мы видим то, что на данном участке у нас возникают какие-то конфликты. Скорее всего, это вызвано точками, которые здесь есть. Но если бы мы использовали данные только уже с извлеченными только землей, растительностью и так далее, то мы бы получили другую информацию. Но общую суть это как раз отлично демонстрирует. Здесь также можно изменить информацию по транспорту. Как готовая модель здесь есть только один трак и можно выбрать трейлер к нему. Либо тот, который вы видите, либо его отсутствие. Но можно создать свою, просто задав длину, ширину. И в принципе можно импортировать в том числе модель, но надо будет ее еще поискать. На данном модуле это все. И перейдем к следующему. Это Road Analyze. Здесь уже идет чуть более полезная информация. Ну, именно для масс. Поэтому немного задержимся на этом модуле. Что он позволяет? Он позволяет анализировать нашу дорогу. Здесь уже не идет работа ни с какими там TIN моделями и так далее. Здесь идет работа с облаком точек и с панорамами, которые относятся к нему. То есть таким образом мы можем провести Clearance Analyze. То есть, допустим, From Class Ground. Мы перенесем это на 84. Просто для наглядности, чтобы он не путался с какими-то другими. Как сечение для нашего анализа мы выберем опять же траекторию. Либо можно построить вручную векторную линию, либо можно, допустим, выбрать какую-то уже готовую, если вы в данном датасете работали с разметкой дорожной. Вот у вас появляются построенные сечения с определенным шагом. Вы этот шаг можете регулировать. После чего выбираете форму, по которой будет строиться это сечение. Задаете его ширину, высоту. Сделаем здесь чуть поуже, чтобы не заезжало наше сечение на бордюры. Нажмем ОК. Канализ закончился. Мы видим то, что вот участок, который мы выбрали, он был перенесен на другой слой. То есть таким образом была выполнена и классификация именно дорожного полотна, который нас интересует. И помимо этого мы получили еще сечение. Эти сечения делают следующее. Они просто ищут точку, которая может вызвать, допустим, какие-то проблемы и делают к ней выноску. Скорее всего в этом датасете это данные, которые просто случайно на него попали. Потому что это все-таки какой-то не основной датасет. У нас автомобильных сканеров в ближайшем доступе нет. Поэтому мы брали датасеты, представленные разработчиком. А они, как известно, делаются в хороших условиях. Поэтому в данном случае мы здесь попали просто на бордюр, который изменяет этот клиренс. И из-за этого мы просто получаем информацию, которая у вас тут может быть помеха. А помехи нет. Это уже просто идет бордюр. Вот. И таким образом выполняется анализ. Если у вас где-то будет, допустим, лежачий полицейский. И он будет попадать в сечение. Либо какая-то яма. Это будет отображено. То есть, как мы видим, изменение высотной отметки. Оно отображается здесь. Инструмент имеет место быть. Далее можно получить информацию в менеджере этого анализа. Вот мы имеем здесь пометку. И мы видим координаты этого дефекта. То есть, таким образом можно, допустим, строить вдоль траектории, которая идет на несколько километров по какой-то проезжей части. Можно построить, получить информацию хотя бы примерную, где искать проблемные участки. Давайте посмотрим следующее. А, этот отчет можно экспортировать. Но шаблон отчета не редактируемый. Сам отчет будет на английском. То есть, это надо понимать. Возможно, для какого-то внутреннего использования. Может и подойдет, но для, допустим, ГОСТовских шаблонов вы явно не пройдете. Есть также вариант использовать инструмент Bridge Clearance. Это информация уже, соответственно, по мосту. Но датасетов с мостами у меня, к сожалению, нет. То же самое, как, допустим, с низковисящими какими-то проводами, либо тоннелями и так далее. То есть, это анализ по высоте возможен. К следующему полезному инструменту он называется Detect Damage. Он работает. Вы выбираете файл, вы выбираете класс, в котором будут искаться эти проблемные места. И выбираете, это будет основано на облаке точек, либо это будет основано на изображениях. Если это будет основано на изображениях, вы задаете диапазон этих панорам. Потому что, допустим, в данном случае, как мы видим, у меня здесь сильно больше траектория, чем облако точек. И фотографии, они содержатся, по-моему, на всей этой протяженности траектории. Поэтому мы можем задать определенный диапазон, который нас интересует. Вот выбрать, на чем это будет обрабатываться, и выбираем то, что это панорама. Задаем минимальный размер для повреждений, которые будут определены. Нажимаем Detect. Это занимает уже больше времени, потому что перебираются все фотографии, которые вы задаете. Либо облака точек более подробно анализируется. И, таким образом, вы получаете как раз вот эти векторные пометки, которые обозначают какой-то дефект. Этот отчет также можно выгрузить. Тут будут разделения, допустим, на повреждения в виде трещин, расколов и так далее. И с этим связан следующий инструмент PCI. Это калькулятор, который позволяет выбрать основание, которое мы имеем как дорогу. После чего мы можем выбрать дефект и посчитать его объем и вес, который будет составлять. Также быстро уже пробежимся. Времени все меньше и меньше остается. Надо показать еще несколько примеров. Есть возможность моделировать обзор из конкретной точки на конкретном диапазоне. И строить сечение уже вручную. То есть, как в первой функции было, которая определяла вот эти выноски с клиренсом. Мы можем вручную построить сечение также либо вдоль вектора, либо траектории, либо ручной линии, которую мы выберем. Построить сечение. Сечение можно экспортировать. Сечение можно взаимодействовать. В них можно несколько наложений делать между датасетами, между какими-то контрольными линиями и так далее. То есть, это инструмент именно по анализу какого-то участка дороги, который вам надо уже на этапе эксплуатации сравнить либо с тем, что было, либо на этапе строительства и так далее. Теперь поговорим про векторизацию зданий. Как мы видим, у нас здесь есть облако точек многоэтажки. Оно уже получено не с автомобильного и не со SLAM сканера. Это были файлы E57, по-моему, либо LAS, которые просто конвертировались в LEDATO. И что мы имеем здесь? Допустим, для создания какого-то простого чертежа, обчерчивающего как раз наши контуры, мы можем использовать в том числе и MLS. Для этого перейдем на вкладку FASAD SURVEY. Можно задать здесь вертикальную поверхность, если, допустим, это все было снято в локалке и не так принципиально, как оно выглядит, но важно это обрисовать. Допустим, если у вас есть какой-то перекос из-за рельефа или вам это, в принципе, неудобно. В общем, возможность такая есть. Дальше вы строите горизонтальное сечение и выбираете отметку, к которой будет привязано ваше основание. Формируете это основание из линий. И после чего вы, уже основываясь на этих построенных вами линиях, открываете профиль, построенный по ней и взаимодействуете с облаком точек. Какие операции вообще здесь возможны? У вас также есть вот эти слои, которые вы можете использовать и, не помню, по-моему, я не говорил. Можно, очевидно, добавлять собственные слои, выбирать, что они будут содержать. Это там точка, линия, полигон, либо аннотационный слой. Вы можете выбрать для него цвет, вес линии и так далее. Задать ширину раскрытия этого профиля, который вы построили, потому что вот специально для наглядности. Если вы не там привяжетесь, то у вас будет смещение относительно облака точек. И этого лучше избегать, потому что координаты, если вам важны при работе, то, соответственно, у вас могут возникнуть вот. Вот здесь видно. Так лучше не делать. Выбираем нашу линию и после чего проходит процесс векторизации. Вы можете добавлять точки, линии, полигоны, прямоугольники, окружности, дуги рисовать. Можно также создать сетку осей, которая будет временной, но между ними можно будет удобно разместить какие-то элементы. Также она может вертикально, очевидно, быть. Благодаря этому можно быстро разместить здесь внутри прямоугольники. То есть как раз таким образом я и создавал эти окна. Я разместил оси и внутри просто автоматически сформировал прямоугольники. В дальнейшем вы можете передвинуть либо повернуть какие-то элементы. Вы можете их массивом изменять, то есть копировать их сразу же или делать это более автоматически. После чего можно создать либо ортофото, так же как в MLS на главной странице, о чем я вам ранее говорил. Либо создать из этого DXF файл, потому что изначально векторы формируются в формате GPKG. Его можно импортировать внутрь автокада через LiDAR 360 MLS плагин. Но если вы хотите использовать это, допустим, в Revit, например, или в каком-то другом ПО, для которого этого модуля нет, либо он не поддерживает этот формат, то вы можете это выгрузить все в DXF. То есть таким образом это прям сильный векторный инструмент, который заточен вокруг него. Так, и второй датасет, связанный с векторизацией. Здесь для примера также были построены какие-то общие кунтуры здания. Но основная функция, которую здесь я хотел бы показать, она называется FloorPlan. Вы строите сечение, к которому хотите привязаться. Очевидно, для этого сечения вам лучше иметь пустую какое-то помещение, в котором видно только стены под потолком и нет никаких шкафов и прочего. Но редко такое попадается. Ну вот, допустим, выберем этот план как наш референсный. Мы задаем параметры для поиска этой информации, выбираем, где у нас будут строиться эти векторы. Также мы получаем векторные линии, которые дублируют наши основные контуры. То есть таким образом у вас тоже это не какая-то панацея в виде инструмента, который сделает за вас все. Но все равно это неплохое подспорье для ускорения работы, если вы работаете не с 3D, а вы работаете именно с какими-то векторами. Здесь также есть инструменты для редактирования. Это можно добавить линию, что-то замкнуть и также экспортировать это в DXF. Перейдем к рассмотрению. Это модуль Forest. По нему хочется сразу сказать, он отличается от того, что представлен в LiDAR-360, не MLS. И если вы работаете именно с лесом, то есть полноценно, вам лучше все-таки смотреть в сторону LiDAR-360. Здесь меньше вариантов для определения деревьев, там работает он получше. Здесь, грубо говоря, в LiDAR-360 5 этих инструментов, здесь он один. И, в принципе, пластичность выше в LiDAR-360, плюс при покупке модуля Forest у вас сразу добавляется еще и, если я ничего не путаю, возможность работать с лесом для воздушек. То есть здесь его отдельно покупать, все-таки я просто со своей стороны рекомендую, если смотрите в сторону леса, то это отдельный LiDAR-360. Здесь мы имеем облако точек леса, оно идет у нас без фотографий, и здесь мы также выполняем классификацию для упрощения взаимодействия. Таким образом мы получаем вот слой наших деревьев уже без зданий, потому что при сегментации и поиске вот отдельных деревьев здания будут учитываться, точнее могут учитываться как вертикальные элементы. В них, вот математическая модель, она начнет искать какие-то схожие вещи с деревьями, что-то да найдет, и вам просто лишний раз это надо будет исправлять. А если вы изначально классифицируете, то вы получите сразу землю, которая вам нужна, и помимо этого вы сразу отсечете здания, которые будут вам мешаться. Дальше по логике идет все то же самое, как в LiDAR-360, вы выделяете также слой земли, вот слой земли, потом на основе него вы выполняете нормализацию облака точек, оно у вас садится на нулевую отметку. Основное облако точки я отсюда удалил, чтобы они не мешались друг другу для наглядности. И после чего вы можете получить векторную, точнее подеревную ведомость, в которой будет содержаться информация по X, Y, допустим наклону этого дерева и так далее. Это можно все выгрузить в отчет, после чего его открыть и уже на самом деле пользоваться каким-то подспорьем для взаимодействия, допустим с подеревкой. Но здесь в принципе то же самое, что и в LiDAR-360, если у вас есть панорамы в проекте, то у вас будет деление экрана и вот здесь будут панорамные фото. Вы сможете отслеживать их по ID-шникам и также в этом отчете, если у вас есть фотки этих деревьев, то они будут размещены также в отчете справа. Также можно считать какие-то колонки, то есть у вас будет ведомость, на основе которой вы можете суммировать их, как-то взаимодействовать. Также здесь есть инструмент, который позволяет на питоне писать какие-то скрипты для расчета внутри MLS, то есть без внешних каких-то интерфейсов. Но это не полноценные аддоны, это именно скрипт для расчета какого-то значения. И можно создавать тематические карты, это векторные изображения, которые отображают, как у вас проходит озеленение. И опять же, по опыту использования и того LiDAR и того LiDAR, я могу сказать, что удобнее все-таки 360 за счет того, что в MLS это все-таки предназначено для каких-то парковых зон. Здесь мы видим именно лесную какую-то часть, в LiDAR все поудобнее будет. Для определения 3, 5, 50 и 100 деревьев это будет окей, но вот здесь сегментация их обнаружила порядка 3000, а это даже не целый проект, это один проход из нескольких проектов. Точнее, один проект из нескольких, и там их в несколько раз больше, поэтому, в общем, под какие-то именно большие подеревные ведомости я рекомендую LiDAR. Продолжение следует...